Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эти слова приписывают Михаилу Васильевичу Ломоносову. Что касается происхождения этой цитаты, то конкретных документах, оставленных Ломоносовым и содержащих именно эту фразу, к сожалению, не осталось. А вот предыстория ее происхождения известна. В 1749-1750 годах Ломоносов резко выступил против новой в то время версии русской истории, создаваемой академиками Миллером и Байером. Он подверг публичной критике и диссертацию Миллера о происхождении имени и народа российского и дал уничтожающую характеристику трудам Байера по русской истории. С того времени занятия вопросами российской истории стали для Ломоносова такой же необходимостью, как и занятия естественными науками. В переписке с Иваном Шуваловым, куратором Московского университета, он упоминал свои работы о писании самозванцев и стрелецких бунтов, о состоянии России во время царствования государя-царя Михаила Федоровича, сокращенное описание дел государевых, записки о трудах монарха. Но наиболее известным его трудом стала древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года, сочиненная Михаилом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской, Императорской и Королевской Шведской Академии Наук. Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории о...» Ни упомянутых трудов, ни других многочисленных документов, которые Ломоносов намеревался опубликовать в виде примечаний, ни подготовительных материалов, ни рукописей второй и третьей частей первого тома древней российской истории до нас не дошло. Они были конфискованы после смерти великого ученого в 1765 году и исчезли бесследно. Только первая часть первого тома все же была избрана в 1772 году. Сегодня, как и в далеком 18 веке, важно, как представляют историю собственного государства граждане, общества. И первым делом представление это закладывается в наше сознание в школе. Вообще история важнейший предмет. И здесь как раз идет формирование не просто знаний каких-то. Вот греки, вот римляне, вот египтяне, вот эфиопия и так далее. А здесь именно этно-историческое сознание. То есть восприятие своей собственной истории, истории своего народа, как своей собственной. Или восприятие своей собственной истории через призму восприятия истории народа. Между тем, единого подхода к изучению истории в школе сегодня нет. У нас во многих законах в системе образования закреплена вариативность системы образования. То есть многообразие преподавания, содержания в учебниках. Вот учебник истории для 11 класса. По содержанию их около 15 на сегодняшний день. Для 10 класса 11 видов учебников. 9 класс такое же многообразие имеет. Практически до самого 3 класса, где начинают изучать историю, существует очень большой выбор учебников. Отличие их не только в исторических датах даже. То есть отличие даже происходит, присутствует и по датам. Но и содержание. Содержание того или иного события. Ну, представьте, да, вот Великая Отечественная война. Кто был победителем, да? Мы всегда знаем, что русский народ понес большие потери. Но есть американская оппозиция, да, где они говорят, что вот благодаря нашим усилиям, там, там, второй фронт, иначе бы они проиграли той помощи, которую мы оказывали. Основная заслуга наша. Естественно, по объему. Это там, допустим, 5 страниц. А там по русской победе, там, да, по участию там и по результатам, где победила Россия, там, ну, полстранички занимают. Да, да, вот есть такая форма преподания вот такого исторического события. Ну, она есть, как бы она там ни была, американская, там, или европейская. Она есть такая форма. И она доступна сегодня и разрешается в Министерстве образования для трактовки истории и в России, в сегодняшней. И поэтому она присутствует и может присутствовать также и в этих учебниках. Вот это разнообразие сегодня, оно никем не ограничивается. Это как заслуга сегодняшнего времени, так называемая свобода, свобода вот всей любой информации. Но по этому поводу даже президент высказался, что это разнообразие необходимо свести к базовому содержанию. То есть есть события, как они происходили, и конкретные содержания, как это повлияло на историю, там, той же России. Необходимо привести в соответствие. А как говорить о базовом содержании учебников математики, русского языка, литературы? Там то же самое, многообразие. Учебник по математике, в частности, меня, конечно, больше интересует математика. Там вот был такой педагог, он еще и до революции писал учебник Киселева. Но по заданию уже вот той власти он этот учебник переработал, внес туда какие-то идеологические моменты и был запущен. Эта математика Киселева, она была запущена. Она позволила, ну, практически работать с сознанием. Того вот математика была так вот логически построена. Вот само содержание подачи образовательного момента по математике, что это позволяло осваивать и другие науки. И физика, и литература, и русский. И все шло уже как бы вот вкупе вместе с этим. Сегодня этот учебник, как бы, да, вот перекидываясь, да, вот на сегодняшнюю проблематику, да, Киселев запрещен. Он запрещен Министерством образования. Каким образом? На нем не ставят гриф. Гриф Министерства образования, о том, что он доступен. По его программам сегодня обучаются в закрытых европейских школах, английских, американских. В Силиконовой долине этот учебник носит на себе гриф без права выноса. И вот эти вот советские учебники, учебник по физике, по которому учились, и многие другие учебники, они в этой школе сегодня, в этих школах сегодня работают. Но нам запрещено. Обучение, воздействуя на ум, чувство и волю, гармонически воспитывает целостного человека, писал известный педагог Адольф Дистервек. И выразил тем самым основной смысл любого образовательного процесса. Чтобы воспитать человека, мало просто передавать ему знания. Часто рассуждали на эту тему известные литераторы и педагоги. Образование – самое великое благо для человека. Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. Нельзя хоть какую-нибудь одну сторону из системы воспитания исключить. Упустил что-нибудь одно – воспитание убеждений, воспитание человечности, воспитание трудолюбия, и вы не решите никакой другой задачи. В 2014 году, когда одним из показателей образования стали результаты ЕГЭ, когда 30% учеников выпускных классов не смогли сдать русский язык на тройку, набрали ниже 36 баллов. То есть они не имели возможности закончить школу. То есть это показатель того, что сегодня есть в системе образования. Само образование преобразовывается. Вместо получения знаний сегодня просто идет подготовка. Вот это не говоря о том, что там два последних года. Сегодня уже и материалов очень много вносится в школу, где прям так и трактуется. Со второго класса начинаем готовиться к ЕГЭ. Ну что это за образование, в котором чисто просто решаются эти решебники? Об утрате традиций русской классической школы и переходе к новой системе образования, в частности к новой системе оценки знаний, мы говорили с профессором, доктором педагогических наук Ольгой Скрябиной. Первое – формализация, уход творческого начала. Потому что чему бы мы ни учили, самое главное, мы должны вот эти три единства цели на любом уроке достичь трех целей – образование, воспитание и развитие. Причем определяющей доминирующей целью является развивающая цель – развитие человека, развитие его речевых способностей. И второе – одна из тенденций в нашем образовании – увлечение всем иностранным. Вы знаете, вот вспоминается Грибоедов, «Воскреслим ли когда от чужой власти мод?» Вот мы сейчас в такой власти европейской моды и многое переписываем, копируем из того, что есть, и стараемся это чужое перенести на нашу родную почву, где совершенно другая традиция, другой язык, а язык подразумевает мышление, отражение мышления нашего народа. И поэтому вот это все оказывается фредоносным. Ну вот третья, на мой взгляд, отрицательная тенденция заключается в том, что с приходом ЕГЭ, с продвижением ЕГЭ, мы потеряли многое в речевом развитии детей. Потому что начался процесс натаскивания к ЕГЭ. ЕГЭ, Единый государственный экзамен, тоже представляет собой определенный стандарт, расписанный очень четко. И вот эта структура этого стандарта, конечно, заставляет учителей работать над каждым заданием и таким образом подготовить учеников к тому, чтобы они успешно сдали экзамены. Но этот экзамен в форме ЕГЭ не дает возможности раскрыться ученику как вот речевой личности. Проблемы негативной тенденции налицо. Возможно, еще не все воспринимают ситуацию серьезно, но Артур Ильич считает, что пора бить тревогу. Ведь то, как сегодня воспитают нынешних школьников, через уже несколько лет станет проблемой социального здоровья целой нации. Нам остается только констатировать, что не все в порядке Министерства образования. Как в плане преподнесения или тех реформ, которые сегодня заполонили просторы, законодательные власти, само Министерство образования, и того результата, который мы сегодня имеем. Результатом, конечно, прежде всего, это состояние социального здоровья нашего общества, социальное здоровье нашей молодежи, которая, заканчивая школу, и она начинает вести такой социальный образ жизни. Новые тенденции, проникая в систему образования, незаметно становятся и частью нашей жизни. О том, какие изменения претерпевает наш родной язык, мы поговорили с протоиереем Сергием Рыбаковым. И отец Сергий также уточняет. Все настолько взаимосвязано, что, допуская инородные вторжения в родной язык, мы допускаем нарушение целостности этнокультурного пространства. Импульсы, которые у меня формируются, они должны получить оформление. И оформление это происходит в языке. Согласна, да? Так вот, именно... Но причем это не только отношение к природе. Это отношение между людьми. Это отношение к Богу, к Творцу. Оно все требует определенного языка. Поймите, пожалуйста, что современный сленг молодежный, он абсолютно не отражает правильных отношений. Приведу пример, уж такой немножко грубоватый, но попробуйте заповеди блаженства заменить, вот в них слово «блажен» и заменить на современные молодежные слова, например, «клёво», «кайфует», да. Это будет богохуйство. Поэтому не готов, не может этот язык выражать правильные отношения. Но не кайфует нищий духом. Вот. Славян невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но славянам можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. Знаменитое высказывание железного канцлера Отто фон Бисмарка все чаще можно видеть сегодня в социальных сетях на страницах тех, кто понимает, какое давление извне идет на наш народ. Но тому же Бисмарку принадлежат и другие слова. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах, собственно, русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это нерушимое государство русской нации. С вами была программа «Русская культура. Истории О». Русская культура. «Русская культура. Истории О. 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 Ис